Ай, прослезилась буквально, я практически, буквально практически наговорила. Лучок. Сейчас буду салатик мимозы готовить, завтра у нас Рождество. Я также буду готовить селедку под шубой. И, в общем, буду готовить всё то, что не едят турки. По-моему, это круто. Ну а что тут? Надо же приготовить именно то, что мне нравится, чтобы я ела с удовольствием, а не угождать всё время кому-то, правильно? Надо и себе праздник сделать. Тем более, это моё Рождество. Тем более, это самый классный праздник, который я обожаю всей душой. И вот, да, поэтому ёлка ещё стоит. Готовятся сейчас салатики. Ну так, всё по минимуму, буквально, я же говорю, для себя любимой. А своим турочкам любимым я что-нибудь другое приготовлю. Вот, так что, да, буду готовить. И ещё покажу вам. Мы вчера ходили на встречи с русскими девочками. Ну, как сказать, русскими, интернациональными. На встречу у нас такая получилась. Русскоговорящие девчонки мои обожаемые. Вот прям вот люблю. Вот серьёзно. Честно, спасибо, что вы есть. И киварсен, что называется. Сыз. Реально, очень важно иметь людей, с которыми можно пообщаться на своём родном языке. Очень важно иметь тех, кто тебя хорошо поймёт, потому что тоже люди уехали со своей страны, уехали от своих родных. Чаще всего у них там родители, братья, сёстры, друзья остались. Поэтому, ну, мы как-то больше, наверное, друг друга уже понимаем. И, да, очень важно, чтобы у вас такие люди есть. Поэтому, девочки, если кто-то уезжает, либо уже уехал, то не сидите дома. Старайтесь найти себе хотя бы одну-две подружки. Я уже не говорю там каких-то настоящих друзей, но хотя бы именно тех людей, с которыми можно сходить по магазинам, с которыми можно обсудить какие-то наболевшие темы по поводу адаптации в чужой стране, по поводу, где лучше садик, где лучше купить майонез, похожий на наш, и прочее, прочее. То есть это реально очень важно. И даже, ну, просто вот, чтобы был кто-то, с кем можно просто пообщаться на своём родном языке. Это очень важно. Очень-очень. Поэтому ищите, не сидите дома. Можно найти в интернете, можно найти в различных социальных сетях. Есть куча групп разных в Фейсбуке, например, ВКонтакте, в Одноклассниках. Очень много. Поэтому, если есть желание, не сидите, ищите. Серьёзно. Потому что оно должно быть в вашей жизни. То есть один-два человечка должны быть. Однозначно. Не те, которые там на родине, это уже... Это на родине, а именно здесь. Ладно. Пойду урезать свои салаты. И немножко ещё попозже поговорим с вами по поводу дружбы. Потому что тема такая для меня сейчас на данный момент очень актуальная. Да и как-то она по ходу видео как раз в тему, что называется. Поэтому поболтаем с вами ещё немножко. Ну и самое главное, что я хотела вам сегодня сказать. Помимо всего того, что я вам наговорила. Ребята, нас 50 тысяч! Нас 50 тысяч! Я, когда начинала вообще свой канал, я даже ни на секунду не задумывалась о том, что людей, моих подписчиков, будет когда-то больше тысячи. Ну, в общем, вы поняли, да? Я вообще не надеялась. Вообще не надеялась. Серьёзно. Ну, конечно, я думала, что когда-нибудь там наберётся тысяча, может быть, две. А потом, когда вот так вот я смотрю, что у вас всё больше и больше и больше, и мы в тельняшках, я очень вам благодарна. Спасибо, девочки, спасибо, мальчики. Спасибо, что вы мне доверяете и маме. Спасибо и также моему мужу, он тоже иногда готовит. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы смотрите мои влоги, что вы пишете такие тёплые, хорошие слова, такие пожелания. Я ела чизкейк. Блин, надо было подождать, да, потом снимать. Ладно, в общем, я просто реально очень-очень вам благодарна. Я вас очень сильно люблю. Я очень благодарна Вселенной за то, что вы есть в моей жизни, потому что многие из вас стали практически моими друзьями, с которыми я очень тесно общаюсь, потому что люди действительно близкие мне по духу, и мы, в общем, на одной волне. Поэтому благодарю вас, низкий вам поклон. И даже сейчас я станцую какой-нибудь супертанец. Это всё, ребята, для вас. Это всё, ребята, для вас. Что, может быть, вам как-нибудь подниму настроение, потому что новогодние праздники прошли. Ещё, конечно, впереди Рождество, точнее, завтра. И вы, может быть, немножко уже, в общем, как-то, да, вот к чему-то идёте, идёте, да, вот Новый год, это диета, сидите на диетах, занимаетесь спортом, выбираете себе классное платье, продумываете меню, продумываете подарки. Потом Новый год, пам-пам-пам, и всё. Всё прошло, и как будто жизнь закончена. Но на самом деле вы знаете, что всё ещё впереди. Самое вкусное, самое лучшее, как у вас, так и у меня, так и у всех у нас, чего я вам желаю. И ещё раз спасибо вам огромное, спасибо большое-большое-пребольшое-большущее за то, что вы у меня есть. Я действительно не ожидала, что нас будет так много, но теперь я уже прекрасно понимаю, что нас будет ещё больше. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте канал, пишите свои комментарии, ставьте лайки, если вам нравятся видео, которые я выкладываю. Если нет, ну, можете ставить дизлайки, в принципе, не проблема. Можете писать какие-нибудь даже гадкие комментарии, в принципе, вы это и делаете периодически. Я на это не обижаюсь, уже научилась реагировать правильно. Если это хорошая критика, я всегда беру к сведению, я всегда стараюсь измениться в лучшую сторону, чтобы видео тоже были более качественные. Хотя сейчас всё ещё это никак не совсем получается, но честно скажу вам, я стараюсь как могу, делаю то, что на данный момент получается. Я надеюсь, что вы меня понимаете, что это не всегда просто и не всегда получается то, как хочется. Но всё равно мы стремимся, мы идём вперёд и всё получится, всё будет. Спасибо вам большое. И я ещё продолжу свой влог, поговорим ещё о дружбе, покажу вам ещё нашу встречу русских в Турции. Так что оставайтесь со мной. Сегодня у нас, какое число? 6 января. И сегодня для меня тоже такой достаточно хороший день, потому что у моей подружки, я могу так сказать, которую зовут Галя, Галюнчик, Галюнечка моя, новоиспечённый мой друг, в которого я верю, у неё сегодня день рождения. Я хочу, Галечка, я хочу тебе пожелать в первую очередь крепкого-крепкого здоровья. Дальше. Женского счастья. Просто вот обычного женского счастья, без всяких каких-то там придуманных Голливудом вот этих фишек и прочего. Нет, обычно. Чтобы ты вот как женщина чувствовала себя счастливой. Чтобы ты была как мама счастливой за своего сына, за своего ребёнка. Чтобы ты радовалась за него, чтобы он тебя всё время удивлял какими-то хорошими поступками, хорошими, не знаю, вещами. Чтобы твой муж всегда тебя радовал, чтобы твои друзья тебя радовали, чтобы твоя мамочка тоже всегда была рядом, здоровая, и чтобы всё у неё было хорошо. Тётя Таня, спасибо вам за Галю. Привет большой вам из Турции а-ля Белоруссии. Я очень вам благодарна, что вы родили Галю, и что вы отпустили её сюда. Не переживайте, она в хороших руках, и я постараюсь быть верным и хорошим товарищем для неё. Если вдруг что-то не то, я всегда буду рядом, я всегда буду стараться поддержать, мотивировать. И в общем, мы вместе, поэтому мама, мама Таня, не переживайте, всё хорошо. Ещё раз, Галя, с днём рождения тебя. Надеюсь, что наша дружба будет только крепче со временем, и что мы будем друг у друга всегда. И пусть у тебя всё будет хорошо, все твои мечты сбываются. Обнимаю тебя крепко, завтра выпьем. Шутка. Ну, чай или кофе? Вот, да. Коньячку, кружечку! Это у меня кофе всего лишь. А хотелось бы. Вы меня поняли, да? В общем, так что, да, девочки, кто живёт за границей, не сидите дома, идите, ищите себе друзей, находите друзей, чтобы у вас всё было хорошо, чтобы вам было с кем поделиться, с кем поболтать, кому поплакать. Потому что это очень важно. А по поводу того, ещё вот у меня часто задаёте вопросы. Ай, падаю. Не падай. Он что, не пили? Подожди. Да уж. И походу нам не светит. А сегодня нет? Да. Сегодня нет. А вон наши детишки, наши карапузики. А там кто-то затихарился и какает, сидит в углу. Маленькие срулики. Смотрите, заказали мы такую потрясающую штуку. Это типа Смит. Первый раз буду есть. Такую штукенцию нашей Юлии сюда ходит. Она профессионал здесь. Знает меню. Типа это, тамбу, да. Как нарусилу. Тамбу, ааа, типа из чёрной муки, да? Короче, из такого класса. Сженозер, да. Цельнозерновой. Ну, будем худеть на Смитах, короче. Сженозерновой, говорят. Надо себя построить, как скучно. Так. Это по поводу того, что собираются русские в Турции. Русские, украинцы, белорусы, татарки. Короче, здесь кто ещё? Интернационал. Да, короче, да. Всего всякого здесь есть. Так что? Нет. А кто ты? У меня папа Турас. Ты кто? А мама у меня русская с казашкой смешанная. Мать, ты кто? Я русская. Серьёзно. Ладно. Слушай, я русский, да? Ты чего пристал ко мне? Это типа такого надо говорить. Я казашка. Дорожно. Узади чай. У тебя в Токистан. Так, принесли нам тут чай и кофе. Это что за чай у тебя? Шбурно. А, это типа... Как он по-русски? А, шиповник, да. А мы пока будем баловаться чёрным чайком обличин. Где наши... Где наши карапузы? Так, Павел пошёл. Да. У меня свининка с украинки. Ёжкин кот. Украинская свининка, ребята. Мать, ты меня спасла. Я приехала, я приехала, ты документы сдала. Я ем свинину. Не хочу. Она тут уже это, боки выкрала свининой, блин. А я тут раз в году все роду. Всё, короче, продолжаем. А, кстати, почему дети все, которые смешанные, они не смотрят себе? Вот у тебя смотрят, а у меня. Больше смотрят, да? Да, вот почему? Мне тоже говорят, где ваш папа турецкий задевался, когда вы его делали. Да, где вот эти турецкие папа? Сладкая такая. Классно. Зато как хорошо, когда дети подрастут. У меня, например, Адем очень любит Тео. Очень любит Тео. Паньки на вас. Он, ну, он мага старт, но Адем от него безумно. А я ещё... Малей. Хвора. Хвора. Они ещё хвораются. Они как-то хвораются. Правильно. На белорусском прям сказали, хвораются. Хвораются. Я всё с зубами, а цена очень. Они как бы Адем сказали, что идём к Тео, он прям... А, ура, смотри, он. Слышит, рисунки рисует. Я говорю, хорошо, они вместе будут гулять, вместе будут влюбляться, ходить. Я говорю, что мало будет, что будет именно русское горе. Ну, как бы речь, речь будет всем. Слышит. Свининка. Девочки, мальчиком на то, что посмотрела. Думаю, блин, дай бог. А, Жек. Вот Аж Трея, она хочет любила. А, это подружка с неё? А чего она карандаши забрала? Потому что маленькие дети. Потому что раскидывает, чтобы это... Павел сел, уже тряпает карандаш писать. Думаю, с таким ещё. Да, ну бегом, типа. Да. Неси сюда, мать, карандаши. Так, она подумает, что я за ней свяжу. Пошли, поехали. Всё, вы уже в Анталию, да? Счастливо. Счастливо. Пока-пока. Очень рада, что напиши. Я тоже рада, потому что нашла. Спасибо. Я думаю, я всё-таки поздравляла. Ты знаешь, как я вчера подъезжала к твоей сестре? К жаврстве. Это что? Это Россия. Такая перепугана. Мы тут просто... Вы давно тут где живы? Нет, Гуски приехала. По моему, я сестра здесь живёт. А мы же уже бросаемся на кого-то, на русских, да, как видим? Они за тобой приехали. То есть, Надь, Надя, они за тобой приехали? Ну, может, тогда это так получается. Так докумировалось, когда ещё не знали, а тут уже это точно. А ну хорошо. Давай, это где? Конечно. Где в сухой стороне живёшь? Я вот прям тут на перекрёстке дом. Я забыла. Я думаю. Дом у нас такой, короче, второй. В общем, и так же. Поняла. Короче, я хотела от гостей как-то позвать. Мы уже после родов придём обязательно. После 40 дней, да? Да, да. Ну, это уже, получается, она, наверное, через полгодика вернётся сюда. Ну, если вернётся. Угу. Всё, счастливо. Пока-пока. 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 Девочки, я видела ещё двух девочек в парке. Одна рыженькая, вот такие двороские волосы, и другая по кругу. Не надо. Не надо. Я не знаю, я не знакомлюсь. А-а-а. Вот как там лепит. Вот там стоит, и не знаю, как это лепит. О, у нас. Крошечка. Так, это у нас какой-то ещё один ребёнок. Не наш. Где там? Она пошла за ним, да? Да. Ты длин хочешь, да? Юль. И, конечно же, часто вы меня спрашиваете, вот вообще, что для меня дружба. И хочу сказать, что, конечно, да, моё понятие такое, дружбы, это человек, который с тобой на одной волне по жизни. То есть не просто, да, вот в какой-то определённый момент у вас вы встретились на курсах кройки и шитья, и вы на одной волне, и вроде как друзья. Нет, конечно же, чтобы у вас были взгляды на жизнь более или менее похожие, это очень важно. Потому что, да, если вы смотрите в разные стороны, то, соответственно, вы в разные стороны и будете идти. Дальше. Человек, который для меня вот что такое дружба, что такое друг, это человек, который, ну, сказать банально не предаст, это действительно, ну, совсем, ну, понятно, конечно, кому хочется, чтобы его предавали, даже неважно. Но не просто не предаст, а если вдруг, как я уже говорила, меня кто-то где-то будет мусолить, да, чтобы он даже во вред, может быть, в ущерб себе смог постоять. То есть не промолчать. Если меня где-то засирает, я, если это моего друга засирает, я не промолчу, даже я понимаю, что и теперь после этого и со мной общаться не будут в этой компании, неважно. Я не дам им шанса как-то обидеть или плохо сказать о моем друге. Я могу сказать, вы можете поговорить, это тогда, когда я уйду. В любом случае, будет тема, будет разговор, будет общение, но тогда только без меня, потому что при мне, пожалуйста, я не хочу это услышать. Это 100%, это уже пройденный этап, было не единожды, я в себе уверена. Далее, человек, который, вот часто говорят, что друг познаётся в беде, да, нифига, ни в какой ни беде, ребята, все уже должны давно понять, что друг познаётся в счастье. Когда у вас беда, это очень просто вас пожалеть, это очень просто сказать, ай, какая ты бедная, какая ты такая-сякая. Конечно же, да, недалеко не все даже в этот момент могут вам прийти на помощь, это естественно. Но когда у вас всё замечательно, когда у вас в бизнесе какие-то супер такие, вы идёте в горы, у вас всё классно получается, когда вы вышли замуж, когда у вас родился ребёнок, когда у вас всё-всё-всё хорошо и просто супер, а у вашего друга, ну не совсем, вот здесь, вот самый главный момент здесь, потому что очень сложно не завидовать, очень сложно как-то адекватно воспринимать, вот почему у неё всё, а у меня ничего, это очень сложно. И здесь реально познаётся, даже вы сами себя должны здесь, как бы сказать, вот я чувствую, да, что у меня, например, появляется зависть. Вот надо анализировать, что это за зависть, и надо пытаться её переиначить, надо пытаться обязательно подумать, вот хорошо, у неё это получилось, у меня этого нету, значит, я буду делать всё, чтобы у меня это получилось. Если же у меня, ну никак не получается, например, ну не хватает у меня денег для того, чтобы вот этого достичь, да, значит, попытайтесь найти в себе какие-то другие позитивные моменты, какие-то другие ваши таланты, которые нужно развивать, и, может быть, с другой стороны вы можете обойти и достигнуть этой цели. То есть, ну, как я уже говорила ни в одном из видео, во многих видео, просто убивайте в себе эту зависть, не давайте ей расти, не давайте вот этому зёрнышку, чтобы оно прорастало, потому что это чувство, ужасное чувство, оно вас просто погубит, оно из нормального, хорошего человека может сделать просто падла. Поэтому, ребята, извините за такие слова, за такие выражения, по-другому не скажешь, не надо завидовать. Стремитесь, стремитесь быть таким же, стремитесь быть даже лучше в чём-то. То есть, у вас есть всё для этого. У кого-то больше денег, у кого-то больше ума, у кого-то больше красоты, у кого-то больше успеха, удачи, у кого-то папа, мама богатый, у кого-то муж богатый, да, естественно, все мы разные. И если вот так вот смотреть на всё, то вы просто обзавидуетесь и вообще будете несчастными. Откуда вот это чувство зависти? Это когда вы ничего не делаете. Это когда у вас, например, ваши какие-то близкие, близкие знакомые, я имею в виду, поднимают свою жопу и идут, и что-то делают. Пускай у них первый раз не получится, пускай у них опять не получится, но они что-то делают. Они учатся даже на своих ошибках, даже делая ошибки, они уже развиваются, они уже растут, и они уже выше вас. А так вот сидеть, смотреть снизу вверх, и как человек карабкается, падает, снова карабкается, сидеть и думать, вот, блин, ну и фиг с ним, у него зато жопа большая, а у меня там фигура классная, да, либо ещё что-то. Да не надо этого делать, ребята, это всё равно чувство зависти, но ничего хорошего для вас не сделать. Вставайте, поднимайте пятую точку и пошли, пошли, что-то делать. Ну, либо же, если вам и так хорошо, тогда не надо завидовать, тогда просто, она это делает, ну, классно, ну, молодец, тогда просто учитесь радоваться за других, учитесь быть, улыбаться искренне от сердца за успехи других людей. Если же вы сами ничего не делаете для этого, то зачем завидовать? Радуйтесь, хвалите. И вот по поводу хвалы я поражаюсь, у меня много знакомых, которые такие жадные на похвалу, такие жадные. Они, понимаете, руку на отсечение отдадут, но не похвалят, потому что это же получается признать то, что человек делает что-то лучше, чем я. Это получается сделать его счастливым, поднять ему настроение хорошими словами. Вот как-то так это выглядит, ребята, народ, очнитесь, алё, мы же не звери, мы не собаки, мы не какие-то животные, мы люди, у нас есть сердце, у нас есть душа, мы знаем, что такое доброта, мы знаем, что такое помощь, взаимопомощь, что такое любовь, что такое сочувствие, что такое радость, мы это всё знаем, поэтому не надо и себя, и так сейчас, сейчас такой свет, такой мир непонятно куда идёт, поэтому, пожалуйста, начните с себя реально, начните людям говорить хорошие слова, научитесь делать комплименты, не так лишь бы сказать, да, вот просто, а бы сказать, вот прям вот всё, я с сегодняшнего дня буду добрым. Нет, если человек плохо одет, но у него классные волосы, скажите, блин, у тебя такие густые волосы, если у человека там ещё что-то, но у него зато вот это хорошо получается, похвалите, найдите, за что похвалить, не будьте скупыми и жадными на похвалу, тогда и вам будут улыбаться искренне, тогда и вам будут говорить приятные, тёплые слова, которые действительно, с утра вам что-то хорошее сказали, у вас весь день уже будет обеспечен, то есть будет всё хорошо получаться, не будет ничего с рук валиться, потому что у вас хорошее настроение. Подумайте, это всё на самом деле настолько просто, настолько элементарно, и всё зависит только от нас. Хвалите, улыбайтесь, любите, не обсуждайте за спиной, не злитесь, не завидуйте, не-не-не, это всё на самом деле так плохо, то есть наоборот, любите, уважайте, улыбайтесь, помогайте, дружите, радуйтесь, и всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Итак, подведу итоги вот своей болтовни, то, что дружба — это очень важно, и я каждому из вас желаю иметь хотя бы одного друга, много не надо, но одного, но качественного, 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 ну, в общем, вы поняли, а настоящего. Я желаю вам счастья в этом году, здоровья, друзей, успехов в ваших начинаниях, любви взаимной, чтобы всё получалось, чтобы всё, что вы задумали, что вы запланировали в этом году, всё реализовалось с вашим трудом, с вашей помощью, но чтобы всё пришло к вам в вашу жизнь. Я вас люблю, ещё раз я вам большое спасибо говорю, и я вам очень благодарна, что вы со мной, и нас так много. Я надеюсь, нас будет ещё больше, и мы будем придумывать с вами какие-то конкурсы, возможно, даже какие-то встречи, возможно, даже какие-то подарки. Я всё это хочу сделать, и я надеюсь, что в этом году у меня получится. Следующее видео я хочу также снять по поводу целей на этот год, вот как вы делаете, пишете ли вы цели, не записываете ли вы их, как, где и что. Вот я хочу показать, как я это делаю, как я планирую свой следующий год. Если вам это интересно, то, пожалуйста, пишите в комментариях, мне будет интересно послушать, я тогда обязательно сниму видео. И ещё одна идея – снять спортивное занятие прямо вот дома, как я занимаюсь, целый комплекс у меня есть спортивных занятий, упражнений, которых я выучила именно в спортзале, и если не получается идти в спортзал, можно это делать дома. Если вам тоже интересно, то давайте худеть вместе, есть, готовить и худеть вместе, и, конечно же, дружить. Всё, ребят, Галечка, ещё раз тебя с днём рождения, всех вас, ребят, с Рождеством и с прошедшим Новым Годом, точнее, с наступившим Новым Годом. Пусть всё будет хорошо, люблю вас, целую, обнимаю, всё, пока-пока. Пишите в комментариях, что для вас дружба. Пишите, пишите.